Прошлая серия закончилась на том, что Сдерик и Абди скульпторы Ромы сидели в помещении корабля Буриса совершенно без одежды. Пока плыли до Нарфениса, все отзывались про госпожу Акетру очень хорошо. Тут Сдерик спрашивает, из-за чего же Лолошка решил продаться в рабство? Он ответил, что в Наре у меня есть враги, с которыми я хочу разобраться. Но Лолошка быстро сменил тему и спросил у скульптора про Дидина Хламдис. Но тот ответил, что город давно заброшен и нечего про него болтать. Все, они приплыли в Нарфенис и вот уже Бурис и его новоиспеченные рабы стояли перед воротами в главный город. Им открыли ворота и они пошли к Акетре. Как только они ушли к Акетре, Абди сразу же упал на колени и начал просить прощения, чтобы его не убивали. Ну а Акетра подняла его и сказала, что она уважает лишь работу Абдов, что она не будет их контролировать и не применяет физических наказаний. После чего он отдал Лолошке 120 утенов и список для покупок, а также новые документы. После покупки всех нужных ингредиентов, Леди Акетре попросила его отнести все купленное с Деррику, ведь именно он отвечает за готовку. Отдал и кровь им пришла служанка и отвела Лолошку в свою комнату. На новый день к Лолошке в комнату заходит служанка, зовет Лолошку к Леди Акетре, но тут Рома спрашивает. Слушай, а почему ты говоришь про Акетру во множественном числе? На что получил ответ. Леди, слишком великолепны, чтобы говорить о ней как об одной личности. Мы все тут пешки, мы никто для этой реальности, а вот Акетра, а не свет, а не огонь. Все это слышала Акетра и сказала, чтобы та прекратила, и сразу же обратилась к Лололошке, чтобы тот убрался в ее покоях. Так как Акетра ушла по делам, после выполнения задания Лололошка встречает Буриса. У него были какие-то новости, но он слишком хотел есть, чтобы говорить про эти новости. Лололошка и Абди решают отдать ему свою еду. После перекуса Бурис говорит про то, что он нашел грабителя Лололошки. Ну, упустим тот момент, что это и были его люди. И оказывается, в тот момент, когда грабили Лололошку, у него был один из огней. Они с Бурисиной пошли к дому эти грабители, но когда вошли в него, там было все разбросано. Лололошка находит письмо. У нас была договоренность. Никто не должен был знать про артефакт. Сегодня о нем разговаривали на черном рынке. Вы знаете мои правила. Сделка отменяется. Подпись СМ. Лололошка дал это письмо Бурису, но тут не знал, кто такой СМ. И ушел. Отправился Лололошка обратно в дом Акетры, но та уже была в нем и начала отчитывать его за то, что он убрался совершенно не в той комнате. И тогда Акетра сказала, что сегодня ей от Ромы ничего не надо. Лололошка просыпается и к нему в комнату врывается с Дерри, говоря о том, что сегодня празднование в честь Монту и леди Акетра их отпустила. Он попросил компанию Лолошки, а Рома в свою очередь согласился с условием, что Седрик больше не будет обращаться к нему на «вы». Все мы помним, что Монту любит Селиосет, но он на земле, а она на небесах. И вот по легенде он нашел способ, чтобы подняться к ней на небо. Он со всей силы ударил своим молотом по земле и от силы удара вознесся вверх, а на месте удара образовалось целое море. Но по дороге к небесам, не умея управлять полетом, он врезался в утку и подбил ей крыло. Монту спас ее, и Седрик сказал, что эта история учит, что Монту не готов ради своей цели жертвовать другими. По пути Лололошка встречает красавицу, но не ту, что была в прошлые разы. Она предлагает ему расслабиться, и Ромолошка соглашается. Он входит и видит на сцене Нинель. Абсурд ситуация, конечно, но Лололошка спросил, зачем она здесь, и это было понятно, что она делала это ради семьи. Но Рома не желал смотреть на ее унижения и ушел, дав немного утенов. Неожиданно Абди спрашивает у Лололошки, где сейчас находится Синбад, на что Рома отвечает, что Синбад на Шахтерских островах ищет очередной огонь. Абди, в свою очередь, посмеялся и сообщил, что этих огней не существует. Но настойчивый Лололошка спросил, почему Абди так уверен, что огней нет. Абди же ответил, ни один человек не должен обладать божественной силой. И то, что даже нету списка этих артефактов. Абди уходит, а Рома идет к Сдерику, где тот спрашивает, какие у Лололошки планы на этот день. Отвечает же Рома просто... Хочу отправиться на Шахтерские острова. Сдерик предупредил Лололошку, чтобы тот не плавал туда с Зарифом. Ведь его корабль не настолько мощный, чтобы дотуда доплыть. Это услышала Акетра и спросила, ты же ничего от меня не скрываешь? Рома же ответил, что нет. Акетра сообщила, что для Лололошки нету никаких задач, но он должен будет предоставить отчет о проведенном времени. Рома идет к Зарифу и спрашивает, не мог бы тот отвезти его на Шахтерские острова. Но, к сожалению, корабль Зарифа не может вывести последствий. Рома подошел к другому кораблю и попросил у другого капитана свозить его на Шахтерские острова. Капитан согласился, но за 400 утенов и только через месяц. В итоге Лололошка дал подарок Зарифу, опять попросился на эти острова и Зариф согласился. Пока они плыли, они попали в бурю и через несколько секунд Лололошка и Зариф уже на суше, но без корабля. После этого Рома попадает в непонятное место, где его встречает богиня Кнемфтити и начинает ему говорить про то, что не каждому удается за один день разгонять сразу двух богов. И сказала, что не видит Лололошки того, кому есть дело до этих самых богов. Рассказала, что послание через ту самую красавицу отправила именно она. Кнемфтити была крайне удивлена, что именно Лололошка должна стать их спасителем. Из-за того, что у них было мало времени, богиня сказала, что Рома единственный, кто может удержать все артефакты вместе и после того, как он их соберет, дать от порта и Фетену. А то Миссар ждет вымирания. Под самый конец богиня начала говорить, чтобы Лололошка нашел их. После этого его разбудил с Дерек. Они с Лололошкой были на своем острове. После того, как Лололошка очнулся, ему сообщили печальную новость, что Зарифа больше нет. Подошли к Бурису, который уже прощался с ним. Лололошка сказал, что это его вина и он сделал бы все, что угодно, чтобы увернуть его. После этих слов появляется к ним в гитте и сказала, что она подарила Лололошке вторую жизнь. Также сказала, что может воскресить и Зарифа, но вселенная всегда стремится к порядку. Лолошка соглашается и говорит, что он готов на все ради друга. И тут, бам, Зариф возрождается. Все радуются. После этого Сдерек поверил в то, что боги действительно существуют. Но никто об этом не должен знать. Оказалось, Бурисины и Сдерек плыли прямиком за Лололошкой и Зарифом. И видели, как корабль развалился и спасли Лололошку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...